Андрей Саламатов. Гоша Столяр. Глава из сказки «Приключения робота Гоши». Если говорить честно, Гоша немножко ленивый, но иногда на него находит вдохновение, и тогда он начинает что-нибудь мастерить. Как правило, Гоша изобретает совсем ненужные вещи. Например, начитавшись фантастических романов из мясорубки, старого пылесоса и электродрели, он собрал машину времени. Она, конечно, не работала, но Гошу это нисколько не огорчило. А как-то он соединил компьютерный монитор с телефоном и микроволновой печью. Гоша сказал, что теперь можно будет управлять микроволновкой по телефону или по интернету. Когда он ставил вилку в розетку, его изобретение задымилось и сгорело. После этого папа строго-настрого запретил Гоши пользоваться электроприборами. — Ты безграмотный железный болтун! — в сердцах сказал ему папа. — Чтобы что-то изобрести, надо долго учиться. А твоя пустая башка не знает даже, как устроена простая кофеварка. — В общем, еще раз попробуешь что-нибудь сломать, я отдам тебя в политехнический музей. Будешь работать там экспонатом! Обидевшись, Гоша ушел к себе. А мама сказала папе, «Ну зачем ты так? Он же не со зла. Ему хочется помочь нам. Просто он не знает как». «От его помощи одни убытки!» — горячо возразил папа. «Хочет помочь? Пусть вымоет посуду. С обеда лежит в раковине. А в свободное время пусть занимается каким-нибудь полезным делом». Папа задумался, потом пошел в кладовую и вернулся с набором столярных инструментов. Он позвал Гошу, вручил ему ящик с инструментами и сказал, «Держи, это твое. В кладовой есть пара досок. В субботе сделай из них табуретку. Все понял?» «Да!» — печально ответил Гоша и тихо добавил, «А что ее делать? Табуретку любой дурак сделает». «Любой дурак может и сделает», — ответил папа. «Посмотрим, сумеешь ли ты ее сделать». Унося ящик с инструментами к себе, Гоша проворчал, «Табуреток у нас, что ли, не хватает? Лучше уж какой-нибудь самолет построить или подводную лодку». В пятницу у меня был кружок, и я вернулся из школы в одно время с родителями. Гоша встретил нас в прихожей. У него был вид победителя. Гоша важно поздоровался с нами и предъявил табуретку. «Вот, Павел Петрович, принимайте заказ. Весь день работал как проклятый, всю квартиру отобуретил». Папа с сомнением оглядел Гоша на творение и покачал головой. Табуретка выглядела какой-то ненадежной. Во всяком случае, я бы побоялся на нее сесть. А папа похлопал Гошу по плечу и похвалил. «Молодец! Сидеть на ней, конечно, нельзя, но лиха беда начала. Научисься!» Я вошел к себе в комнату и не узнал ее. Куда-то делись мои письменный стол, шкаф и кровать. А вместо них я увидел штук десять страшных кособоких табуреток. Похоже, было, что Гоша соорудил свои табуретки из мебели. Тут я услышал пронзительный крик мамы и очень испугался. Так кричат только при встрече с живым вампиром или оборотнем. Я бросился в гостиную. Мама лежала на полу в глубоком обмороке, а папа на коленях пытался привести ее в чувство. Я стал помогать ему. Рядом суетился Гоша. Одного взгляда на комнату было достаточно, чтобы все понять. Из гостиной исчезла вся мебель, Зато кругом стояли жуткие, разноногие, кривые табуретки. А у самого окна возвышалось что-то огромное, накрытое простынями. «Где я?» Придя в себя, умирающим голосом спросила мама. «Все в порядке, дорогая?» Обмахивая ее портфелем, сказал папа. «Если это не сон, то мы попали в какую-то страшную сказку». Папа поднялся с колен и так глянул на Гошу, что робот отступил к окну. «Вы же мне сами сказали!» Начал Гоша, но папа не дал ему договорить. «Ты бестолковый железный чурбан!» Воскликнул папа. «Во что ты превратил нашу квартиру?» «Даже Чингисхан со своим татаро-монгольским войском не сумел бы сотворить таких разрушений!» Папа показал на сооружение, накрытое простыней, и вскричал. «А это еще что?» «Это...» Заикаясь, начал Гоша. «Это сюрприз!» «Еще один!» Завопил папа. Гоша сдернул сюрпризы простыню. Под белой тканью оказалась огромная метра в трех невероятно безобразная табуретка. На одной из ее кривых ножек красовалась медная табличка, на которой Гоша черной краской вывел корявую надпись. Этой табуреткой мастер Гоша начал новую серию табуреток. «А-а-а-а-а-а!» Истошно завопил папа и схватился за голову. «Я так больше не могу! Это чудовище сведет меня в могилу! Я разберу тебя на винтики!» Папа схватился за сердце и плюхнулся на одну из гошаных табуретов. Она мгновенно рассыпалась под ним, и папа упал рядом с мамой. Родители лежали на полу, стонали и друг друга успокаивали. «Не расстраивайся, дорогая!» — говорил папа. «Все будет хорошо!» «Это ты не расстраивайся!» — отвечала мама. «Он же не со зла!» Пришлось мне их обоих приводить в чувства. В общем, скандал вышел грандиозный. Мама весь день пила валерьянку, а папа обзванивал мебельные магазины. Гошины табуретки мы, конечно, выбросили на помойку. А родителям пришлось купить новую мебель. После этого Гоша целый месяц старался не встречаться с папой. Он выходил из комнаты только тогда, когда папа уходил на работу. А если все же они случайно встречались в прихожей, Гоша застывал на месте и вежливо говорил. «Здравствуйте, Павел Петрович! Как ваше здоровье?» В ответ папа закатывал глаза и восклицал. «Боже, за что?» «Боже, за что?»